Всем добрый день! Вы находитесь на YouTube-канале Сергея Любарского. Сегодня на календаре 24 августа. И сегодня 6 месяцев с тех пор, как вероломно Россия напала на Украину, уничтожая на своем пути десятки тысяч безвинных людей. К одному дню Вашингтон пост издала огромный документ, который она назвала «Путь к войне». Где Вашингтон пост рассказывает свое видение, что привело к этой войне. Но я не буду комментировать Вашингтон пост. Я расскажу свое видение и свое понимание пути к войне, что привело к этой ужасной бесчеловечной. В американском английском есть такая фраза «гаслайтинг». Это тогда, когда тебя убеждают не верить тому, что ты видишь, а верить тому, что тебе говорят. Мы попытаемся сегодня развенчать и снять пелену завесы с глаз миллионов людей, которые попали в этот «гаслайтинг». Это произошло не случайно. В сегодняшней довольно длинной передаче я сообщу вам факты. Я воздержусь, насколько возможно мне воздержаться от комментариев. Итак, давайте пройдемся про хронологию событий, которые привели к этой войне. Пройдемся по пути войны. Начну я с августа 2008 года. Это последние шесть месяцев президентства Буша. И вот в августе 2008 года Россия атакует Грузию. Со стороны Белого дома практически нет никакого ответа. Россия аннексирует Грузию. Часть Грузии практически безнаказана. Избирается администрация Барака Обама. Хиллари Клинтон является министром иностранных дел. И в сентябре 2009 года, год спустя после аннексации части Грузии, администрация Обамы Байдена в лице Хиллари Клинтон объявляет о перезагрузке. Хиллари Клинтон и Сергей Лавров смеются, как два ребенка таких, два счастливых ребенка. У них в руках прекрасная игрушка, на которой написана перезагрузка. Они тискают, тискают эту перезагрузку, позируя для тысячи фотографов. Тем самым симфолизируя, что Россия за свою агрессию не была наказана. И ей сошло с рук. Мир забыл о грузинской войне. Мир смел этот ужас под коврик истории. Отношения были перезагружены. И Путин-то воспринял как призыв к действию. Октябрь 2011 года. Убит Умар Каддафи. Путин глубоко потрясен. Умар Каддафи был кровавым диктатором, террористом. На руках которого тысячи жизней собственных граждан. И сотни жизней людей убитых в результате террористических атак. Которых он спонсировал и приказал. Но когда в 2003 году он увидел, как пал Саддан Хусейн. Он, Мамар Каддафи, выскочил как чертик из табакерки. Сдал Европе все свое оружие. Признался, что больше никогда не будет вредить, шкодить. И будет мирным, добровольным, хорошим, пуфистым диктатором. Но тем не менее, ему это не помогло. Как сказала потом Хилари Клинтон. И шел, увиден, и он умер. И в октябре 2011 года он умер страшной смертью. Он умер от черенка лопаты. Которая вызвала сильное кровоизлияние внутри толстой кишки. Учительная, позорная, страшная смерть. Это тело долго потом еще над ним надругались. После уже смерти, по сморту. Все это было снято на пленку. Это видел Путин. И Путин, если у него хоть было какое-то уважение и доверие к Западу, его полностью теряет. И когда Виктория Ноланд появляется в Киеве в 2014 году, Путин увидел признаки лопаты на стене. В марте 2012 года встречаются Обама и Медведев. Они не знают, что до сих пор включен микрофон. И после конференции Обама наклоняется вперед к Медведеву и говорит дословно следующее. Это мои последние выборы. Если сбрание у меня будет больше гибкости, передайте это Владимиру. И Медведев, как послышал лакей, кивает голову и говорит, передаю Владимиру. Понимаю. Сентябрь 2012 года идут дебаты Обамы и Мит Ромни, кандидата в Республиканской партии. И Обама практически издевается над Ромней, который назвал Россию главной геополитической угрозой современности. Цитирую Обаму. Несколько месяцев назад, когда вас спросили, какая самая большая геополитическая угроза стоит перед Америкой, вы сказали, что Россия. Не Алкайда, вы сказали Россия. Кажется, вы пытаетесь вернуть внешнюю политику 80-х годов и холодную войну. Вы не знаете, что происходит в мире, вы некомпетентны. Конец цитаты. Посмотрите на все это глазами Путина. В 2012 году ему передает практически воздушный поцелуй Обама, который говорит в лоб, что после избрания он поменяет в лучшую сторону, то есть больше гибкости, то есть разрешит Путину больше агрессии в Европе. И в том же 2012 году на дебатах, которые, ну, однозначно, несомненно, смотрел Путин, Путин объявляется, не путинская Россия, путинский режим не является угрозой с точки зрения Обамы для Европы, а угрозой является Алкайда. Кто сейчас помнит про Алкайду? Где она была? Когда она была? Наверное, самым важным моментом в принятии Путина решением к войне был сентябрь 2013 года. Так называемый провал позиции Обама по красной линии. Об этом стоит рассказать немножко подробнее. Итак, жил да был на свете прекрасный офтальмолог. Жил он в городе Лондоне, он был прекрасный семьянин, защищал людям глаза. И надо же так случиться, что его старший брат попал в аварию, и в Монте-Карло он слетел с обрыва на своем красном Феррари. Там сидела прекрасная девушка, злые языки утверждают, что голову девушки нашли под рулем автомобиля, когда они разбирали завалы. Но как бы там ни было, этот старший брат офтальмолога погиб. Вот старший брат офтальмолога и должен был стать диктатором в Сирии. Он им не стал, он погиб. Пришлось вынимать из запасного отделения запасное колесо, именуемый Башир Асад. И так офтальмолог, сам того не ожидая, становится диктатором. Первые годы своего президентства он пытается внести в сирийское общественное политическое поле свое понимание демократии, устраивает референдумы, пытается расширить права, дает права голоса женщинам. Ему объясняют местные сморфники, что так не делают. Это вам, батюшка, не Лондон. Это, понимаете, Восток. А Восток дело тонкое. Но он продолжает пилить свою дудку и доводит страну до практически гражданской войны, понимая, что сейчас он, его семья, его правительство и меньшинство алоитское, которое он представляет, будет физически уничтожено, меняя свою... политику на 180 градусов и использует химическое оружие для предупреждения гражданских столкновений. Барак Обама предупреждает ему о последствиях такого рода действий, что делает наш офтальмолог. Наш офтальмолог Башар Асад летит в Москву, проводит два дня в Москве, возвращается и демонстративно использует снова химическое оружие для уничтожения собственного населения. И вот слова Барака Обамы, когда он сказал, что это красная линия, переход которой означает невозврат к прошлой действительности и жесткие действия по отношению замерзки, полностью испарились. Вместо того, чтобы сделать какой-то акт возмездия, Барак Обама идет в Конгресс и Сенат, все это замыливается в бесконечных преревьях, Владимир Путин понимает, что путь открыт. Путь открыт для чего? Путь открыт для аннексации Крыма. Ходит полгода. И в 2014 году зеленые вежливые человечки аннексируют Крым. Никакого возмездия, никакого военного retaliation, никакого военного контрдействия со стороны Белого дома не следует. Следуют, как мы знаем, очень слабые санкции, которые в свое время очень хорошо характеризовала Скобеева. Она сказала так, на нас наложили санкции, мы на них наложили. Так непонятно, на них это на санкции или на тех, кто их накладывал. Дальнейшая агрессия была апрель 2014 года и начало войны на Донбассе. Россия продолжает аннексию Украины на Донбассе, вставляя оружие, военный персонал и все необходимую военную помощь на Донбасс. Украина просит военную помощь у Америки, чтобы уравнять шансы. И Белый дом, в котором находится Барак Обама, полностью отказывается предоставить такого рода летальное оружие. Забегая вперед, за всю до конца администрации Барака Обама, Украина получила ни патрона, ни пули, ни мины, ни мина, ни мина, ни мина. Никакого летального оружия принципиально Барак Обама Украине предоставлять не хотел. Июль 2014 года сбитие MH17-17 Путин морочит всему миру глаза. Его избил украинский истребитель, его избили инопланетяне. Это не мы, трупы не свежие. Идет полностью безответственно дурачность его мира. И в это время в Белом доме лежат спутниковые снимки, которые однозначно и без всяких сомнений показывают место запуска, время запуска, полет ракеты. Почему мы это знаем? Потому что с начала военного конфликта на зонах военной конфликта висит спутник, который в реальном времени все снимает. Пятый спутник снимает спутник. И можно все увидеть. И об этом спутнике, естественно, знает Путин. Но зная того, что Белый дом не представляет миру никакой информации и молчит, Белый дом молчит о свершившейся агрессии и о том, что прямую ответственность несет Российская Федерация, Путин понимает, насколько его боится Белый дом. Июнь 2015 года Сенат и Палата представителей принимают закон о поставке оружия в Украину. Обама блокирует этот закон. То есть уже подписанный Сенатом и Конгрессом закон о предоставке оружия в июне 2015 года Бама целенаправленно блокирует. Путин об этом знает. Июль 2016 года. Третий, самый старый город мира. Жемчужина мировой истории. Город, в котором находится цивилизация 6000 лет. Город Алеппо. Был полностью разрушен до основания. Там не осталось камня на камне. Десятки тысяч погибших. Никакого силового воздействия, наказания, порицания или хотя бы санкций со стороны Белого дома не поступают. Весь мир забыл про Алеппо. Пожалуйста, вспомните про Алеппо. Вспомните про Гражданскую войну. Вспомните, что по этой дороге весь мир во главе с Белым домом шел очень долго. Это не произошло за 6 месяцев до начала войны. Это произошло за много лет. Весь мир вырастил этого крокодила, этого гриблятора, этого чудовища. Выпистывал и вырастил. Весна 17-го года власти приходит, с января 17-го года власти находится Трамп и через своего агента Данченко некий Стил получает досье, где это просто операция по дезинформации, где сфорберикованные в КГБ СССР, то бишь, простите, ФСБ Российской Федерации, дезинформация по каналам Данченко Стил Хилари Клинтон, вот такая цепочка передачи документов, является достаточным основанием для сначала во время предвыборной кампании слежкой и подслушиванием Трампа и его избирательного комитета, а потом после избрания Трампа эта фальшивая бумажка, в которой нет ни слова правды, является основанием для того, чтобы начиналось расследование Трампом, которое продолжалось три года, так называемая инвестигация или расследование Миллера, Миллера расследования. Демократическая партия Америки дурачит весь мир о том, что Трамп коррумпированно связывался с Россией, в этом во всем нет ни едины секунды правды, но кто об этом знает лучше всех, об этом знает лучше всех Владимир Владимирович Путин, который и сфатсифицировал эту операцию, он-то понимает, в Америке идет политический разлад, потому что он подкинул им эту гадость и демократы на нее появились и понимает, насколько слабый политический фасад или политический климат в Америке. любые действия Трампа по изменению системы безопасности и в Европе воспринимаются как его проявление в сторону Путина. Трамп требует у европейских государств, чтобы они платили 2% на свою оборону, собственно, соответствует их обязательствам по параграфу НАТО. И это называется Трамп хочет разрушить НАТО в угоду Путину. Да-да-да. То есть треба увеличения расставок вооружения, это называется Трамп хочет разрушить НАТО в угоду Путину. Трамп требует, чтобы они прекратили, они это европейские страны, главным образом Германия, покупать энергоносители у России и прекратили свою зависимость от России, он требует это лично, это есть в записях, в численных записях от Меркель, и это все называется прессой, американской прессой, Трамп разрушает наши отношения с европейскими союзниками, он действует на пользу России. Единственное, что нельзя было пришить Трампу, то, что он действует на пользу России, это тот факт, он понизил цену на нефть, средних 100 долларов за баррель при Обаме, до средних 50 долларов за баррель при Трампе. То есть, так как нефть упала со 100 до 50, это полностью подрезало нашему кремлевскому орлу крылья, и он должен сидеть все эти 4 года тихо и не чирикать, потому что за 50 долларов за баррель сильно не повоюешь. Да, 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 единственное полотно, на котором нарисовано полотно этой войны, это цена на нефть, цена на нефть падает, и Путин, его военная машина, военная елда скукошивается, цена на нефть растет, и Путин нападает на Украине. Так же, как он нападал на Грузию, так же, как он анониксировал Крым, все эти действия и акты были сделаны во время пика нефтяного цены на нефть. Нефть уйдет в пик, Путин атакует, нефть идет вниз, Путин сидит и ждет. Но это не все, что успел сделать Трамп за свое президентство в отношении российско-украинского конфликта. В апреле 17-го года российские войска защищают «Сирийское небо». Там установлено десяток батарей С-300 и С-400. Идет такая вот типичная бандитская путинская пробивка на вшивость, такая проверка на вшивость фраера Усастова. Пред 17-го года Трамп у власти три месяца и Башер Ассад делает то, что Башер Ассад нас вот этот вот семейный офтальмолог делает хорошо. Трусит к нервно-паралитическим газом с самолетом свой собственный народ. И Путин сидит и смотрит какая будет реакция со стороны Трампа. Какая же реакция со стороны Трампа? Они звонят Шейгу и говорят, что они сейчас нанесут ракетный удар по базе Шайрат, будет уничтожен аэродром и просим, чтобы русские забрали оттуда людей, чтобы случайно там не зашибили их, а то будет неприятно. И тут у Путина возникает интересная дилемма. Очень интересная дилемма. Взбивать или не сбивать? Он знает время, он знает цель, он знает место. С-300 и С-400 прекратно могут сбить ракеты Томагавк, которые запустили с авианосца. И вопрос сбивать и нороваться на эскалации конфликта или не сбивать. И в этой игре в моргалке Путин горгнул первый. Он убрал свой персонал. Он правда сообщил об этом сирийцам. Они убрали свой персонал. Они даже не успели убрать самолеты. Был нанесен ракетный удар. Было сбросено 60 ракет. Отправлено 60 ракет на базу Шайрат. Было уничтожено 20 самолетов. Одно из успешнейших рейдов американского правительства. Путин попросту говорит струсил. И как в результате вот с этого момента существенно прекращается диверсионно-провокационная деятельность так называемых ЛНР-ДНР. То есть не прекращается, сокращается действие ЛНР-ДНР на границе с Украиной. Декабрь 2017 года в Украине идет первая партия летального оружия, подписанная Трампом. Со стороны Путина нет никакого акте возмездия. Февраль 2018 года так называемый эпизод от Бейр-Эл-Зор. Это первая прямая конфронтация между Соединенными вооруженными силами США и России после войны в Корее 1953 года. Депижот вошел в историю как нас там нету. Что произошло? В феврале 2018 года была достигнута договоренность, по которой Америка контролирует северо-восточную часть Сирии, а Россия контролирует юго-западную. Все это проходит по реке с тем, чтобы у них не было даже возможности прямого военного столкновения. Несмотря на эту договоренность, Россия ее нарушает, налаживает понтонный мост через эту самую реку, переходит на эту сторону и пытается отжать нефтяной заводик. Так это по-российски, очень мило. Пентагон звонит лично Шойгу, говорит о том, что это нарушение договоренности, Шойгу говорит, что ничего не знает и нас там нету. И вот тут Трамп продемонстрировал мощь и гнев и ярость американского современного оружия. На колонну ВТР-ов и танков был обрушен свинцовый дождь управляемых точных ракет. В течение двух минут была подбита каждая военная машина. Из горячего железа из этой страшной плазмы валюзаны обгоревшие люди. Над ними висел два неуправляемых вертолета Апачи, управляемых джойстиком. Где-то в Оклахоме сидели две девочки и крупнокалиберным пулеметом в 12,5 миллиметров они расстреливали все, что оттуда вывылазило. Официальные данные скрывают обе стороны по непроверенным, но достаточно достоверным данным из 400 человек, через 460 человек, которые находились в этой военной колонне, то есть теперь это называется БТГ, боевая тактическая группа, выжило сильно раненными и сильно морально травмированы на 60. Эти 60 пережили ад. После февраля 18-го года практически замораживаясь до полного нуля, ну то есть до температур очень низких, активность так называемых повстанцев в республиках ДНР и НЛНР. Украина свободно вздохнула. Май 18-го года Северный поток-2, это дубликат Северного потока-1, газопровод, который предназначен увеличить объемы поставок российского газа в Германию заблокированным Белым домом. Огромная победа кабинета Трампа. Он над этим боролся, больше года, но победил. Октябрь 18-го года. Современные военные учения США и Украины. Эти учения никогда не упоминались ни российской, ни американской пропагандой. Я лично стал свидетелем этих учений. Случайно судьба занесла в город Хмельницк в октябре 18-го года. Я жил в гостинице вместе с американскими летчиками. Они были перебазированы из Румынии. Я спросил у своего во время завтрака. Мы сидели во время завтрака. Они, естественно, были в Гражданском. Было очень смешно. Они все ходят очень с четкой выправкой. Друг к другу обращаются «yes, sir». Но ходят в джинсах и кожаных корках. И вот сидя за завтраком в гостинице с одним из военных летчиков американских, я у него спросил, как близко они подлетают к российской границе. Он усмехнулся и сказал, как близко, как я сижу с тобой. Конец цитаты. Никакого возмездия, никакого акта retaliation со стороны России нет. Итак, давайте закончим с наследием Трампа. Несмотря на сладкие разговоры о том, что Путин является лидером прекрасной нации, прекрасный лидер, которым россияне должны гордиться, Россия не совершила ни одного мирового террористического акта, Россия не совершила ни одного акта агрессии против Украины, цена на нефть упала до 45-50 долларов за баррелл в течение президентства Трампа, то лишило полностью возможность расти и вести какую-либо войну. И вот пришел Байден. Байден при Де порядок на ВД. Навел. Февраль 21-го года, первый месяц проявления Байдена, он сигнализирует об окончании нефтяной политики Трампа, он вводит новые ограничения на добычу нефти, сама его позиция, его кабинета, его администрация говорит о том, что классической старой черной энергетике пришел конец и теперь процветать будет зеленая энергетика, цены на нефть растут, это еще до всякой войны, то есть цены дошли от 50 до 100, до всякой еще войны, они растут ведь потому, Белый дом сигнализирует об окончании эры нефти и газа. Инвестиции в нефтедобычу и газодобычу падает от 2,5 триллиона в год до 1,5, то есть на 40%. Соответственно, на этом фоне цены на нефть растут, рынок ожидает дефицита нефти, ну что и произошло. Июнь 21-го года Белый дом замораживает военную помощь Украине, то есть военная помощь, которая была принята при Трампе, которая была подписана при Трампе и была готова к подправке в июне, Белый дом замораживает как известно в доброй воле Путину. Украина снова остается безоружной. Май 21-го года Байден называет Путина убийцей, это по отношению к вкушению на Навального, но при этом соглашается встретиться с ним в июне и как раз к этому июне замораживает поставки этой самой нефти, после чего он долго хвалит Путина о том, что он вносит свой огромный вклад в борьбу с глобальным потеплением. Третье после кризиса так называемой красной черты решающее событие, которое приводит к войне. Август 21-го года вывод в войска из Афганистана, который показывает полную некомпетентность, показывает всему миру, в том числе Путину, насколько слаб наш новый президент. В ноябре 21-го года Билл Бернс влетает в Москву, встречается с администрацией Путина, ведет с Путиным переговоры по телефону, ему дают в лоб понять, что в январе-феврале будет война с Украиной и никакой retaliation, никаких санкций, никаких поставок оружия, то есть никакого ответа с ноября 21-го года, когда лично Путин, лично директору СИА Билл Бернсу сказал, что будет война, не последует. Если это не развязывание рук преступнику, тогда это все. 24-го декабря, обратите внимание на дату, за день до Рождества, американского Рождества, администрация Байдена публично выступает и призывает Украину присоединиться и выполнить Минские соглашения. То есть 24-го декабря, перед тем, как уйти в отпуск, это было настолько важно для Байдена, что он призывает Зеленкова выполнить Минские соглашения и, собственно говоря, выполняет в этом смысле волю Путина. Вот так ответил Белый дом на однозначно, как мы сейчас знаем, из статьи из Вашингтон-Пост, угрозу войны. 13-го января 22-го года война неминуемая, Белый дом об этом прекрасно знает, и тем не менее Байден требует снятия запрета на Северный поток-2. Северный поток-2 открывается и ожидается, что в феврале он начнет работать. 19-го января 22-го года до войны осталось 30 дней. Байден на пресс-конференции делает странное замечание. Тогда я считал, что он, как всегда, сказал что-то не то, теперь я понимаю, что это был месседж, адресованный к Путину. Он говорит следующее. «Незначительное вторжение в Украину со стороны России не вызовет реакции с запада». Конец цитаты. То есть, понимая, что будет огромная война, он пытается убедить Путина уменьшить объем агрессии в обмен на то, что его сразу прощают. Вот это произошло 19 января 22-го года. Путин понимает, насколько слаб запад, насколько слаб Байден, и ровно 6 месяцев назад, 24 февраля сего года, Путин вторгается в Украину и начинается кровавая война. Трамп ни в коем случае не был политическим гением. Но на фоне Барака Обамы и Байдена он выглядит просто каким-то политическим титаном. Вот на фоне этих двух пигмеев, такой далеко не совершенный политик, как Трамп, выглядит политическим гигантом. Обама и Байдена полное политическое невеженство, неосведомленность во многих политических нюансах, их просто трусость, трусость перед агрессором и привела к этой войне. Их стремление к миротворству, к умиротворению агрессора вместе с непоследовательной внешней политикой и с поднятием цены на нефть привели к этой войне. КОНЕЦ КОНЕЦ